Хорошо. Кто, если не Путин? Что вы? Кто, если не Путин? Кто, если не Путин? Да. Каким вы видите президентом? Вас вот этот вопрос интересует как игра? Это вот мы с вами будем играть? Или вас это беспокоит? Меня это беспокоит. То есть у вас ощущение, что если не будет Путина, то прям беда? Нет, мне интересно узнать, кто может сменить его на этом посту. Ну, то есть ваши размышления какие-то, может быть. А когда Путин назначили, вы его знали? По-моему, нет. Нет. Да вроде бы с точки зрения многих справился. Значит, сам вопрос очень неприятный, потому что он говорит о том, что и вы, и люди, которые вот так вот спрашивают, на самом деле считают, что нет замены. А то, что нет замены, это очень плохо. Страна не может жить с одним руководителем без конца. Она должна иметь выбор реальный, а не такой придуманный. Должны быть разные партии реальные, а не игрушечные. И вы должны иметь возможность выбирать. Так, это так говорит, это так говорит. Пожалуй, что вот это вот мне больше нравится. Но тогда, опять-таки, нужно менять несколько систем. Противники должны иметь возможность говорить с вами. Для этого существуют средства массовой информации, в частности, телевидение. На сегодняшний день с этим обстоит очень плохо. Я не могу вам сказать, вижу ли я человека, который я бы хотел видеть президентом. Да, вижу. Но он не станет баллотироваться. Он не станет баллотироваться. У него никаких шансов нет. К моему мнению, он мог бы быть. Я не стану говорить, чтобы это иметь значение. Но вообще, довольно выбор такой, вот как-то нет. Но имейте в виду, что не может быть положения, когда есть только один человек. Просто не может. Или надо тогда просто вернуться в царское время и по наследству, так сказать, и все. Тогда это другое дело. А еще я сегодня уже говорил об этом. Есть один очень, на мой взгляд, точный английский взгляд на власть, который звучит так. Власть развращает, власть абсолютная развращает абсолютно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сегодня у нас в столе, человек, которого все любят. Человек, который является легендой российской журналистики, российского телевидения, Владимир Владимирович Познер. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Вы сказали неправду. И, к счастью, не все любят. Вообще было бы очень плохо. А кто вас не любит, кроме Костунова? Кто? Ну, Костунов это я не в счет. Знаете, еще все равно Дубер-Жирак говорил, что под взглядами врагов ты ходишь прямее. Обязательно надо иметь врагов. Ну, у вас осанка, я смотрю, отлично. Так или иначе, да, есть немало, немало. Если посмотреть интернет, в мои адресы задаются порой чрезвычайно резкие высказывания. И слава богу. Ну, в интернете мы читаем. Вообще, я же, как вы знаете, человек левых взглядов. Вот у нас все время в левых рассылках. Там вот Познер звонит за такой, не знаю, международная закулиса, которая хочет поработить Россию. Это так? Ну, как же. Я не, я просто... А вы чья за кулиса, французская или американская, или какая? Да, да. Я на какой-то момент замер, потому что Познер звонит за какая-то комбинация не очень-то. Мы не очень совпадаем. Ну, вот обычно, вот почему-то это какие-то такие вот... Ну, если говорить серьезно, это же глупость, вы же понимаете. Что значит, поработить Россию. Хуже для России, чем сами россияне, никто не сделает. А как у вас так получается на самом деле? Ну, вы человек, безусловно, свободолюбивый, и всегда, в общем, высказывающийся, открыто, и на Первом канале. Не знаю. Искренне вам говорю. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, что люди, которые наблюдают за Первым каналом, в частности, понимают, что я стараюсь всегда быть журналистом. А для меня быть журналистом – это значит не брать чью-то сторону, а стараться максимально довести до сведения моих зрителей, в данном случае, правду, какая она не есть. Я могу ошибиться, конечно. И я, конечно, субъективен, потому что я человек. Но я всегда стараюсь быть максимально объективным. И я буду приглашать в программу людей, которых я не люблю, но постараюсь, чтобы это не было понятно. Задача у меня совершенно другая. У меня нет задачи кого-то мочить. И, к сожалению, в России сегодня журналистика такая – мочить. Либо слева, либо справа, но мочить. А как же зритель? Как же вот помочь ему понять просто, что происходит в его стране? И мне кажется, по крайней мере, что некоторые люди в Кремле понимают, что вот это мое устремление. Иногда не нравится то, что я говорю, особенно в прощалке, то, что я говорю в конце. Но все равно я говорю не для того, чтобы кого-то мочить. Ну а вот совсем недавно, я вот вам лично очень по-человечески благодарен, вы произнесли такие слова про Леонида Развожаева, моего помощника. Да. У вас не было неприятностей после этого? Вы знаете, у меня не было неприятностей. Более того, вы знаете, моя программа ведь выходит в прямом эфире, но на Дальний Восток. То есть это самые продвинутые, они получают все как есть. Поэтому голосуют за ЛДПР после этого, потому что понимают, что все плохие. И происходит то, что должно быть на телевидении. Люди не знают, что будет через секунду. И я не знаю, и гость мой не знает, и зритель не знает. Это и есть настоящее телевидение. Запись – это запись, уже все понятно. Сюрпризов быть не может. Но потом ведь программа повторяется по орбитам. И вот тут-то можно вмешаться, и можно что-то подрезать. Ну, единственный человек, который может вмешаться в мои программы, это Константин Львович Эрнст, генеральный директор Первого канала. Это вообще случается? Это было три раза. Ну, за четыре с чем-то года. Два раза он мне звонил и говорил, почему он считает необходимым это сделать. И он был убедителен. И я ему сказал, что пожалуй. А вот в третий раз он мне не сказал. Он просто там убрал что-то. В моей прощалке. А что это было? Вы знаете, я уже теперь не очень помню. Но это было очень удачно для меня. Потому что на следующий день была пресс-конференция, связанная с выходом моей книжки. И собралось довольно много народу. И один из журналистов меня спросил. Он говорит, вы знаете, вот интернет поймал любопытную вещь, что ваша программа на Дальнем Востоке чуть-чуть отличалась от той, которая была в Москве. То есть вы сами не знали? Я не знал. Я говорю, это как? Он говорит, это вот так-то и так-то. Я сказал, что вы знаете, у меня есть договоренность, что если генеральный директор Первого канала зачтет, что что-то такое все-таки следовало бы убрать, он обязан мне позвонить. Я могу соглашаться, не соглашаться, хлопнуть дверью, но он должен мне сказать. А раз это произошло, то я сейчас вам говорю публично, это произошло первый раз и последний. Потому что если это еще раз будет, я ухожу из программы. Ну, это дошло до Константина Львовича. Он потом мне звонил, извинился. Сказал, что он был неправ. Не в том, что он это снял, а в том, что он это сделал, не сказав мне. Больше этого никогда не было, и я надеюсь, что и не будет. Ну, а насколько вы вообще свободны со своей программой и в подборе гостей, и в выборах тем? Значит, я свободен совершенно в выборе тем. Я не совершенно свободен в выборе гостей. Есть некоторое количество людей, которых я не могу пригласить, ведь я не работаю на Первом канале. Первый канал покупает программу. Покупает не кота в мешке. Имеют право знать, о кого, собственно говоря, я приглашаю. И мы изначально договорились с Константином Львовичем, что я его спросил, говорю, вот вы мне скажите, ведь есть люди, которых вы не хотите по той или иной причине видеть на Первом канале. Скажите мне, кто? Я полагаю, что я знаю, но вы мне скажите. И я тогда вам скажу, иду я на этот компромисс? Или не иду? Не иду, у меня программа. Он мне назвал фамилию, я вам не назову, это был конфиденциальный разговор. Ну, вы можете догадаться. Это человек, наверное, 6-7, не больше. Всего 6-7? Да, да. Вот этих людей очень прошу. Я говорю, хорошо, но я вас прошу время от времени напоминать, скажем, Владимиру Владимировичу Путину, что я очень хочу их пригласить. И может быть, в какой-то день это все-таки удастся. Так что у меня свобода относительная. Но я хочу вам сказать просто, ну, опять, для полноты информации. Я в течение 6 лет работал в Америке с Филом Донахью. У нас была программа, которая называлась «Познер и Донахью». Кстати, он предложил такое название, и я сказал, ну, почему не Донахью и Познер? Все-таки вы в Америке более известны, чем я. Он сказал, если она провалится, пускай лучше будет Познер и Донахью. Она не то, что не провалилась, она оказалась очень успешной. Но когда сменили президента кабельной сети, которая называется CNBC, это казалось человеком крайне реакционных взглядов. Он сейчас возглавляет Фокс Ньюс. Фокс Ньюс. Да. И он, когда наступило время возобновить наш контракт, он мне сказал, что вы слишком либеральны оба, вы левые в американском понимании. И, кроме того, у вас слишком много либералов в программе. Мы подпишем с нами новый контракт при условии, что там будет написано, что вы должны обсуждать с нами и темы, и людей. Я сказал ему, послушайте, господин Эйлс, это же цензура. На что он сказал, я буквально сейчас перевожу, мне до крестиной жопы, как вы это называете, буквально перевод с английского. Или так, или никак. На что я сказал, значит, никак. И когда наступило время для подписания договора, его не подписали. И нашу программу тихо, спокойно закрыли. Так что, понимаете, это явление общее. Ты можешь быть свободным только тогда, когда ты сам владелец телевизионной программы и сам выступаешь. Ну, а вот все равно ощущение, вот вы говорите, 6-7 фамилий. Да. Но ощущение, что их гораздо больше. Нет. Значит, наверное, может быть, это у вас еще вы сами кого-то не хотите принципиально приглашать. Есть только один человек, которого я не хочу приглашать. Это кто? Я могу назвать. Это Эдуард Лимонов. Почему? Я его считаю фашистом. Подчеркиваю, я его считаю фашистом. Потому что, если я просто скажу, он фашист, он на меня может подать в суд. Это мое мнение, на это подавать нельзя. И хотя он талантливый писатель и интересный человек, но вот у меня есть такое, наверное, неправильное для журналиста предубеждение. Я фашистов в свою программу не позову. Я им не буду делать рекламу. Ну, это ваше, безусловно, право. Это неправильный журналист. На самом деле, если это ньюзмейкер, по идее, он должен преодолевать свои вот эти вот нравится-не нравится, но вот тут я ничего не могу с собой сделать. Больше никого нет. Ну, а ведь недавно у вас была такая ситуация выбора. У вас была программа на дожде с Парфеновым. Правильно, значит, когда, вы знаете, опять, существует такое правило. Если вы работаете на одном канале, вы не можете работать на других. Это во всем мире. Ну, канал Дождь маленький, совсем такой. И я пошел к Константину Львовичу, говорю, Константин Львович, мне предлагают вместе с Леоней Парфеновым делать программу на дожде. У вас нет возражений? Обязательно. То есть вы заранее посоветовались? У меня контракт с Первым каналом. Что вы не имеете права. Да. Он говорит, я не возражаю. Ну, я говорю, замечательно. И стали делать эту программу. Было очень интересно, потому что ведь, в общем, и Леонид Геннадьевич, и я, ну, мы оба там, ну, как сказать, лидеры, предположим. Да, и как нам вместе работать? Это не так просто. И в первой программе это было заметно, и во второй, а потом постепенно, постепенно, и мне показалось, что где-то к шестой программе просто стало получаться интересно. Да, я могу сказать, и с первой было интересно. Ну, ладно. И тут пригласил меня Константин Львович как-то в очередной раз. И говорит, Владимир Владимирович, я, конечно, был неправ, но, короче говоря, мы должны подписывать новый контракт, и вы должны выбрать Дождь или Первый канал. Ну, вы считаете, это было его решение, коммерческое или политическое? А мне какая разница? Нет, конечно, политическое. Это разумеется. Разумеется. И я допускаю, я не знаю, но я допускаю, что ему кто-то звонил, не знаю. У нас же была программа с Навальным. Ну, и что? Ну, была. Не могу сказать, чтобы он мне понравился, кстати говоря, но не в этом дело. Вот. Ну, а выбора-то у меня нет, потому что программы Дождь это три с половиной человека смотрят, а программы это все-таки несколько миллионов. Нет, здесь выбор понятен, что называется, с прагматической точки зрения. Да, прагматическая. Да, да, да. Но тем самым возникла целая дискуссия. Возникла. Про цензуру и так далее. Да, возникла. Это не цензура, конечно, в прямом смысле этого слова. Конечно, если бы я мог сказать, что господин Громов позвонил Эрнсту и сказал «Этот лысый черт пускай не ходит на дождь, и вот иначе будут неприятности». Но у меня нет таких доказательств, у меня даже нет таких данных. Никто мне этого не говорил. Я спрашивал, конечно, Константин Леонидович, «Это ваше решение?» На что он многозначительно посмотрел на меня и сказал «да». Ну а вот упомянутый господин Громов за то был одним из тех людей, которые разрабатывали концепцию общественного телевидения. И я был один из тех. И мы с вами вместе были в другой рабочей группе у Федотова, который разрабатывал альтернативную концепцию. Другую концепцию. Это не то, что основная альтернативная. Это две самостоятельные. Другую, да. Я имею в виду, что альтернативную, в смысле, что они конкурировали друг с другом. Да. И в итоге все-таки была выбрана концепция Громова. В итоге была выбрана никакая концепция. Ну это никакая и была концепция Громова. Никакая. В результате чего? Общественного телевидения нет. Нет и не будет. Пока будет вот это. Не будет, потому что общественное телевидение, которое существует в 53, что ли, странах и является разным в разных странах, во всех имеют две общие принципиальные черты. Черта первая. Полная независимость от рекламодателя. Черта вторая. Полная независимость от власти. Общественное телевидение, прямо трудно выговаривать это в отношении России, созданное. здесь предполагать, что генерального директора назначает президент страны, равным образом он же и снимает. Все. Приехали. Все свободны. Не о чем говорить. А вообще возможно? Кроме того, назначили человека Анатолий Грючевич Сынко, который с пеной у рта доказывал, что не нужно никакого общественного телевидения в России. Я с вами ушами слышал. Его берут и назначают, и он соглашается, но это же гениально. У нас же все кадровые решения таким же образом принимаются. Я помню, как в свое время Анатолия Борисовича Чубайса назначали главой Руснана. Человека, который как раз с тех концепций своих был принципиально против вот этого особого ручного режима управления и так далее. Я не понимаю, почему у человека не хватает чего-то, чтобы сказать спасибо, но нет спасибо. Но в чем дело-то? Ведь опять, Лусенко человек абсолютно самостоятельный. Ну уж уважаемый, да. И уважаемый. И заработавший достаточно денег, чтобы, так сказать, не ходить на паперти. Почему он не мог сказать тому же Владимиру Владимировичу спасибо, ну придумать, но я уже человек не молодой, я не знаю, если он не может сказать просто не хочу. Не понимаю. А если бы вам Владимир Владимирович предложил? Сказал бы Владимир Владимирович, как Владимир Владимирович. Удивительные люди, что они не приглашают. Понимаете, можно о Владимир Владимировиче Путине говорить разные вещи, но он совсем не идиот. Я помню, когда вдруг мне дали орден, что сильно меня удивило, ну дали, там, за заслуги перед Отечеством, там, четвертой степени, даже, не первой. вот, значит, там видите, как это происходит. Вы сидите в зале, вот здесь человек за столиком с микрофоном вызывает, называет, кто вы и что вы, тут центральный микрофон и сам президент, а тут свободный микрофон, куда он? Говорит, пожалуйста, и вы можете сказать слова благодарности. Я про себя думал, только не надо меня к этому микрофону, сейчас точно скажу не то, что надо. Я скажу, честно говоря, меня смущает то, что власть дает мне орден, ну и так далее. И вот я подошел, и вот он мне ввинтил этот орден, еще сказал, что у меня какой-то неудобный пиджак, и что он мне какой-то неудобный. И он мне ввинчивается, я ему сказал, давайте поменяемся, я возьму ваш. Не направил. Ну, понимает, что не надо. И, конечно, никто мне не предложит, а если бы предложили, даже если бы это было правильное, общественное телевидение, конечно, я бы отказался, потому что я понимаю прекрасно, что из меня очень плохой администратор. Я не администратор, я журналист. Я это не умею. Я буду все тянуть на себя, я никому не доверю, организацию. Я не гожусь для этого. Но, тем не менее, вы как профессионал бы обеспечили бы вот эту вот самую прокладку властью и властью. Я бы идеи, пожалуйста, как лучше сделать, пожалуйста, но вот как организовать? Я думаю, на самом деле, вы просто не хотели бы оказаться между молотом и наковальней. Ну, нет. Вы знаете, я был, ведь вот в журнале Soviet Life я был ответственным секретарем, в журнале Спутник. Это был единственный советский журнал, который продавался за деньги очень успешно во Франции, в ФРГ, в Англии и в Японии. Реально. Я был ответственным секретарем. Я отвечал. Я отвечал за то, как этот журнал складывается. Я отвечал за то, как там работают. И мне это дико не нравилось. Я вообще волк-одиночка. Я люблю сам по себе. Я хочу отвечать за себя. Вот. Это не мое. Правда. А скажите, а что вот это за слухи, которые возникли? Вот вообще в вашей фигуре то Костунов там наезжает, то говорят, что вы во Францию эмигрируете. Это что такое? Ну, во-первых, я не могу эмигрировать во Францию, поскольку я француз. Ну, переезжаете. Это вообще страшное дело для наших патриотов. На Первом Канале. Вы знаете, есть такой ресурс интернетовский, который называется Fog News. Я не знаю, все ли понимают, что значит Fog. Fog по-английски значит туман. Значит, туманные новости, очевидно. Это новости госдепа, которая находится в Фоге Ботом. А, наверное. И вот, в один прекрасный день, я в это время был в Германии на съемках, они дали такое сообщение, что 11 ноября состоится последняя программа постер, после чего он переезжает во Францию. Дали цитату какую-то и мне стали звонить. Вы правда? Я говорю, о чем речь? Я первый раз слышу. Аж из Нью-Йорк Таймса звонили, из газеты Фигаро звонили. Но это настораживает, что такая правдоподобная новость оказалась. Она, почему правдоподобная? Она талантливо сделана. Все сразу решили, что это правда. Да, но у нас всегда все решает, что правда. Не все новости Фог Ньюз таким образом цитироваются. В принципе, это люди знают, что это фальшивка. Я вызвал некоторый интерес. Может быть, моя фигура как-то представляет интерес. Но вообще у нас очень легко доверяют. Я когда спрашивал представителей средств массовой информации, говорю, как вы думаете, вот если бы я так решил, я бы обратился в Фог Ньюз, не приходит в голову какие-то сомнения по этому поводу? Да, ну, вы знаете, надо было проверить. так уважаемая мною новая газета просто это опубликовала, со мной не связавшись. Куча людей это опубликовала. А у вас нет таких мыслей? Абсолютно нет. Я сказал, что и неоднократно, может быть, это сыграло роль, что все-таки Россия не мой дом. Но Россия это место, где я могу работать так, как нигде. И, конечно, ни в Америке, ни во Франции такой работы у меня не будет. И по возрасту, и просто по положению, которое постепенно, ну, сложилось вокруг моего имени. И поэтому я говорил, если вдруг я не смогу больше работать, по той или иной причине, я, вероятно, перееду. потому что я себя чувствую дома в другом месте. И это не имеет отношения к политике. Все-таки дом это миллион мелких вещей, это то, как люди ходят, как они выглядят, как они улыбаются, как они... где ваш дом? Мой дом это Франция и город Нью-Йорк. А во Франции где? Франция. Вся? В Франция. Я себя всюду там чувствую дома. Ну, давайте немножко про Нью-Йорк и про штаты. Ну, вы, наверное, у нас один из главных экспертов по Америке. Я не любил слово эксперт. Ну, знаток. Ну, давайте, знаток. Да. С этим соглашусь. Вот вы даже упомянули историю CNBC и вот Fox News. Я вот только что был тоже на выборах, смотрел. Я вообще говоря, такой вакханалий, как на Fox News, не видел даже на российском телевидении. Конечно. Ну, это что-то такое вот где-то в районе НТВ сейчас, да, была вот такая агитация за республиканцев. Да, да. И несмотря на это Обама выиграл. Почему? Почему Обама выиграл? При том, что многие полагали, что он проиграет. В частности, потому что те люди, которые его с восхищением поддержали четыре года тому назад, были им разочарованы. Он не оказался тем человеком, которого они себе придумали. И тем не менее, да, за него проголосовали. Я думаю, что причина одна. То, что у республиканцев не было кандидата, реального человека. И то, что тот человек, который в конце концов у них вышел, Ромни оказался случайно агрессивным. В целом, ряде вещей. И очень изменил свою точку зрения по некоторым ключевым моментам. Для Америки ключевым. Ну, например, по абортам. Когда-то Ромни был за разрешение, теперь вдруг против. Недаром 55% женщин проголосовали за Обаму. 55%. Недаром молодежь голосовала за Обаму, рассматривая Ромни как представителя пожилого, белого, консервативного меньшинства. Но у Ромни при этом есть опыт победы на губернаторских выборах в штате Массачусетс, в одном из самых либеральных штатов. Да, но это был другой Ромни. И я хочу сказать, ведь именно Ромни был на самом деле автором этой программы медицинской. Она была впервые там, в штате Массачусетс. Совершенно верно. Но потом от него отказался. Это под давлением своей партии? Слушай, значит, под давлением. Ему объяснили, что если он не повернется в правую сторону несколько, ему не выиграть. И он и повернулся в право. И только под конец, я бы сказал, недели за три до самих выборов, он стал поворачиваться в центр. Вообще говоря, Америка страна центристская. Там не любят вот этих крайних. Если Обама по американским опять стандартам был, ну если не левым, то очень либеральным, то он тоже постепенно, постепенно пошел чуть-чуть в право. А тот попытался пойти чуть-чуть влево. Но было поздно. Но Ромни при этом полностью разгромил Обаму, например, на первых дебатах. На первом. Да, на первых. Не на первых, потому что еще было два. Не, ну вот первый раунд. Первый раунд, он чисто... Это был разгром. Даже нельзя сказать, что он выиграл, а просто это можно сказать точно, что Обама проиграл. Там были просто, что Обамы как бы не было на этих дебатах. Такое впечатление было, что он заснул вообще, что ему это все ни к чему, что зачем эти дебаты? Это было поразительно. Все были поражены. Ну, зато второй, особенно третий, конечно, Обама выиграл легко. Было настолько видно, что Ромни вообще не разбирается в целом ряде вопросов, особенно внешней политики. И хотя вопросы внешней политики для Америки далеко, ну, для американцев далеко не главное, но все-таки вот эта вот беспомощность смущала. Для России мы как-то всегда считаем, что вот республиканцы при всей агрессивной риторике это для России лучшее, потому что они прагматичны. И Ромни вроде как очень похожую вещь продемонстрировал. Он, с одной стороны, сказал, Россия враг номер один, с другой стороны, послал сюда сына якобы говорить про какие-то проекты в области недвижимости. Все это считали как такой однозначный сигнал о прагматике. На самом деле, мне кажется, что вопрос несколько в другом. На самом деле, вопрос в том, что мы, к слову «мы» здесь плохое слово, ну, ладно, что российское руководство не любит либералов. Это точно. И не умеет с либералами разговаривать. Хотя проводит при этом сугубо либеральную экономическую политику, то есть, но либералов в политике она не любит. А вот американские президенты, которые на самом деле были консервативными, Никсон, безусловно, Рейган, безусловно, с ними нашим руководителям легче договориться. Они все-таки говорят на одном языке. И в этом дело. Потому что разговаривать даже с таким человеком, как Картер, который либеральный человек, для которого права человека имеют гигантское значение, для которого представление о чести, достоинстве, правде и так далее, имеет гигантское значение, не совпадает. Но при этом именно Обама ввел вот эту вот перезагрузку. Да? А потому что он либерал? Ну, это самое, что у нас есть, прагматичная политика. Да, но это либерал, при всем при том. Он хочет, он хотел и хочет, и понимает, наверное, больше, чем многие другие, что сближение Америки с Россией это вещь очень важная для Америки. Ведь боятся говорить о том, что вот тут рядышком, за углом находится страна, которая называется Китайская Народная Республика, гигантская, мощнейшая, совершенно другими философскими посылами, которые больше основаны на конфуцианстве, а вовсе не на иудейско-христианской основе, для которой ценность отдельно взятой человеческой жизни это вообще нечто несуществующее. который рассматривает себя как пуп мира, который наконец чувствует, что время ее, этой страны, настает. Это чрезвычайно опасная страна. Чрезвычайно опасная. И, конечно же, есть люди и в Америке, да и у нас, которые понимают, что единственное, что можно противопоставить Китая. Это некое американо-российское партнерство. Не дружба, не любовь, а некоторый, ну, общий, единый фронт, если можно так сказать. Европа абсолютно не способна это сделать. Вы практически предусхитили мой вопрос. У нас только что с коллегами Иноземцевым и Рыжковым вышла статья в «Независимой газете», где мы призываем к такому тройственному союзу. А кто третий? Кто будет третьим? Европа. То есть, ну, грубо говоря, там христианская цивилизация, там единые... Иудейско-христианская. Не забывайте. Согласен, хотя у нас в стране это имеет коннотацию специфическую. Да, но Ветхий Завет, как ни говори, это все-таки... тем не менее, христианская цивилизация и цивилизация Севера. Да. Вот нас тут же начали критиковать именно сторонники власти, которые именно начали говорить, вы там боретесь с Китаем, это вектор антикитайский, наш единственный реальный союзник это Китай, а вот Америка это не так. При этом элита держит свои счета в Европе, их интерес... Почему-то не в Китае, да? Почему-то совершенно не в Китае. Не в Китае, не в Индии, не в Африке. И даже не на Кокосовых островах. Она держит их в швейцарских банках, в английских банках. Да, и вы знаете, одевается-то, между прочим... в итальянскую одежду, ездят во Францию. Я-то на всякий случай китайскую штучку надел, чтобы... Политкаряк. На всякий случай, понимаете. Но джинсы, так чтобы как-то вот... И какие-то у вас американские ботинки. Ботинки нет, швейцарские. Но выглядят очень по-американски. Но я вам хочу сказать, если серьезно говорить, то, конечно, Обама это понимает. Он очень умный человек. Он попал сейчас в очень тяжелую ситуацию с этим актом Магнитского. Он не может его... Он не может наложить бета. Это исключено. Он будет... Его съедят просто. Он понимает, что... Они сделали все возможное, чтобы его заблокировать. Я просто свидетель, как человек, который помогал проведению этого акта. Все возможное. Нечего не сделаешь. Это пройдет. Что... И в результате это ведь что? Это на самом деле... Во-первых, в каком виде будет принят этот акт в Америке, до сих пор непонятно. В том смысле, что либо будут фамилии, либо не будут фамилии. Если их не будет, то это вообще смешно. Если будет акт против неизвестно кого. То есть мы знаем, но мы не скажем. Это первое. Второе, конечно же, он приведет к ухудшению отношений. Россия не может не реагировать на это. То есть надо быть очень крупным деятелем и надо менять политику, чтобы сказать, да, это правильно. Ну... Ну, это правильно. Это правильно, но этого не важно. Это и главное, ну, и как это накажет этих людей. Ну, чего? Недвижимости у них там нет. Ну, есть какие... А мы давно вынули деньги, я думаю, потому что шрифтане заморожены. Я могу сказать, у целого ряда депутатов в Государственной Думе, в частности, я уже не говорю про чиновников правительства, администрации, президента, есть крупная недвижимость в Штатах, не задекларирована. Я не знаю, имеют ли эти люди, депутаты, отношения к Магнитскому. Нет, не имеют. Ну, понимаете, да? Во всяком случае, Обама, я уверен, не хотел бы принять этого акта, но деваться некуда. И как ему устроить отношения с учетом этого? Ну, это мощнейший, тем не менее, сигнал. Вот я могу сказать, я сторонник принятия этого акта. Я знаю, я знаю. И помогал его прохождению. И я считаю это важным, потому что это колоссальный важности сигнал, что если в России не проводить расследование, значит, будет международное расследование. Но расследование-то не будет. Какое расследование? Ну как, ну вот эти фамилии, все, они вот, они есть. Да, но это не расследование называется. Это вот эти фамилии перечислены. Еще ничего никто не доказал. Никакого суда над ними не будет, потому что там они не могут их судить. Значит, просто они будут вот фигурировать. В России... Ну, фактически решением Конгресса, да. Да, решением Конгресса США. Причем, что меня еще очень смущает, если хотите, честно говоря, это то, что на самом деле 99% конгрессменов совершенно наплевать на права человека в России. Вообще они в гробу это видели, а уж американцы-то вообще об этом не думают. Да, есть отдельно взятые люди, которые переживают права человека в других странах. Но их очень мало. Ну, как правило, они не в Конгрессе, а на улице. Да, вот именно. Вот в движении «Окупай Уолл-Стрит» такие есть. Это другое дело. Да. Но не в Конгрессе. Но не в Конгрессе. Понимаете? Поэтому, когда они пламенно выступают по этому поводу, я все понимаю. Это, ну, политический капитал, это надо вот таким образом показаться, это как поп, который, не веруя в Бога, но тем не менее проповедует. Мне это не по душе. Кстати, и наши правозащитники, я их всегда спрашиваю, а когда там что-то происходит, почему вы молчите? Если вы правозащитники, почему они возмущают вас там по поводу Китая, почему вы молчите? Ну, честно говоря, было бы здесь свободное время, то есть вот мы бы тут все сделали, можно было бы, конечно, и Америкой заниматься. Вот у Чурова есть свободное время, он занимается. Да не в этом, я говорю о правах, я говорю о правозащитниках, о людях, у которых, по идее, болит душа за эти вещи, а не то, что играют в политику. Ну, и, кстати, между прочим, я хочу сказать, левые российские занимаются, мы в равной степени занимаемся. Это коммунисты или это социалисты? Ну, вот левый фронт. Ну, что такое левый фронт? Я до сих пор не понимаю. Мне кажется, например, что, ну, вот если удальцов придет к власти, то, скажем, меня повесят в первую очередь. Не в первую, точно не в первую. Ну, во вторую. Ну, что за левый фронт такое? Я не понимаю, за что вас вешать. Как за что? Потому что я буду против... Чего? Против чего вы будете? Коммунистов. Я уже имел вот так вот. А вы имели коммунистов? Ну, я имел тех, кто называли себя коммунистами. Называли, но это не означает, что они были коммунистами. И они пришли в результате прихода к власти коммунистов, конечно. Потому что вы можете говорить что угодно о первых, но они были коммунистами. Первые, безусловно, были коммунистами, но мне кажется, что то, что происходило там уже в Брежневское время и так далее, от коммунистов было далеко. Да и социалистов было там. Мягко говоря. И в стране никто не изучал, на самом деле, первоисточники ни Маркса, ни Ленина, ни так далее. Да, вот я, в отличие от многих, очень внимательно читал Маркса и считаю, что во многом он был, конечно же, прав в своем анализе капитализма. Но то, что предполагалось, что можно менять человека, его природу, я думаю, что он заблуждался. Человек будет всегда таким. Он, когда читаешь древних греков, он все равно такой же, как сегодня. В нем те же страсти, те же изъяны. Но это биологически ничтоженное время, которое происходит. Ну, достаточно. Но просто все равно сознание человека формируется образом жизни, он формируется, прежде всего, экономической средой. Об этом говорит Маркс. Если меняется экономическая среда. Вот это была другая экономическая среда, согласитесь. Деньги, ну... Так и согласитесь, и воровали гораздо меньше. На порядок меньше. А потому что... И убийств было на порядок меньше. Много чего другого было на порядок меньше. Вы знаете, первое, насчет того, чтобы убийств было меньше, никакой статистики честной по этому поводу не было. Во-вторых, насчет того, что воровали меньше, это тоже большой вопрос. Другое дело, что деньги не имели значения. Поэтому чего воровать? Вы не могли купить дом в 15 комнат никаким образом, потому что были в этом смысле серьезнейшие ограничения. Но люди ведь не стали лучше. Они такие же поганые были или не поганые. Доносы, стукачество, ненависть, любовь, жадность. У каждого времени свои пороки, но и свои плюсы. Я думаю, что человек просто не меняется. А христианству, которому много лет, и там 10 заповедей, и что? Мы меньше воруем, мы меньше убиваем. Да нет, но все то же самое. Я думаю, при чем тут коммунизм? Коммунизм как раз говорит о том, каким образом это можно менять. Коммунизм... И двигаться вперед. Это теория, которая нигде не доказана. Просто нигде. Но даже социализм, которого нигде не сработался, смотрите. И более того, он почему-то всегда возникал в самых отсталых странах. Вьетнам, Куба, Северная Корея, Россия. Отсталые страны. Все это возникает в ситуациях со слабым гражданским обществом. Но это еще Грамши, коммунист. Теория гражданского общества, коммунистическая теория. Он об этом писал. Когда можно захватить власть, не встречая никакого эшелонированного сопротивления. Да, и Ленина еще самое слабое из видного прорвать. Ну вот он порвал, ну и получил. Мы попытались сразу из детского сада попасть в университет. Так не бывает. Значит, когда все-таки Маркс почти до конца говорил, что капитализм должен себя изжить, а потом за ним, естественно, возникает другое. Я думаю, что здесь то, прав он был или нет, в смысле того, что возникнет, я не знаю. Но он должен себя изжить. И он себя не изжил еще. А насильственная попытка это прекратить, вот она и привела к трагедии. Ведь для России вот эти 70 лет, я даже не знаю, с чем сравнить. Даже война. Войну нельзя сравнить с тем, что это произошло, что сделалось с Россией за эти почти 80 лет. Ну, я здесь под этими вашими словами готов на 100% подписаться, просто сказать как раз, что на нашем телевидении, я уверен, вам будет более комфортно, чем на современном российском телевидении. Когда я, наверное, Навальный был на дожде, я ему сказал, вы знаете, люди, которые стремятся к власти, всегда у меня вызывают вопросы. Потому что либо они любят власть, либо это такие люди, так сказать, с мессианским комплексом, которые знают, как все остальные должны жить. Я говорю, вы, очевидно, относитесь ко вторым. Он говорит, да. Так вот, мне это не нравится. На что он мне сказал, ну, вам понравится, как я захочу, чтобы вы жили. Спасибо, не надо. Понимаете, вот. Но я, правда, до этого не доживу, так что я спокоен. Нет, я думаю, у нас будет шанс проверить это. И я вам очень благодарен за то, что вы к нам пришли. Уже все? Ну. Хорошо, я с большим удовольствием всегда готов. Я знаю, что это все запись у нас с вами, да, Витя? Ну, я надеюсь, что вы меня будете мягко детактировать. Вы слушали сегодняшний разговор. Разговор по существу, разговор не о форме. О том, как на самом деле живет российское телевидение. С вами был я, Илья Пономарев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова